Рекламная информационная деятельность в туристическом бизнесе. Для студентов третьего курса образовательной программы «Туризм» Преподаватель Байба Туева Аида Болотовна Казахский университет технологии и бизнеса. Лекция номер один. Мы в этом семестре будем проходить тему лекционных занятий. Первое введение в курс дисциплины. Второе. Современная реклама в системе маркетинговых коммуникаций и ее задачи в туризме. Третье. История развития рекламы. Четвертое. Законодательные основы рекламы. Закон Республики Казахстан о рекламе. Пятое. Основные принципы и методы рекламной деятельности в туризме. Шестое. Социально-психологические особенности рекламы в туризме. Седьмое. Рекламные исследования. Восьмое. Технологии создания рекламных обращений. Девятое. Основы разработки рекламных объявлений и текстов. Десятое. Использование рецвета в рекламе. Одиннадцатое. Средства распространения рекламы в туризме. Двенадцатое. Фирменный стиль и его составные элементы. Тринадцатое. Разработка рекламных кампаний. Четырнадцатое. Рекламные агентства и их функции. Пятнадцатое. Туристические выставки, ярмарки. Шестнадцатое. Оценка эффективности рекламной деятельности. Семнадцатое. Планирование и контроль рекламной деятельности. И восемнадцатое. Информационные технологии в рекламе. Краткое описание предмета. Мы будем изучать рекламу. И реклама эта справедливо определяется как часть общечеловеческой культуры, которая развивается по своим внутренним законам. Реклама достаточно динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Характер рекламы, ее содержание и форма претерпевают кардинальные изменения вместе с развитием общества. Глобальными факторами развития рекламы являются потребности производства, торговли, социальной сферы, форма государственного правления, другие экономические и политические факторы, потребности рынка. Проблемы своевременного доведения товаров и услуг от производства до населения. Формирование спроса на них с учетом социально-демографических особенностей. Отдельный групп потребителей. Воспитание рациональных потребностей людей требует использования рекламы. Роль рекламы в жизни человека. Ее роль особенно возрастает в условиях рыночной экономики, конкурентной среды, постоянного обновления, ассортимента товаров и услуг. Своевременная и исчерпывающая информация населения о потребительских свойствах товаров и услуг является важнейшей задачей рекламы. Высокий профессиональный уровень рекламных материалов, распространяемых с помощью средств массовой информации, таких как телевидение, радио, кино, печати и других средств коммуникации, требуют глубокие и всесторонние подготовки на основе изучения психологии, потребностей людей, их вкусов, привычек, взглядов, умения правильно выбирать рекламные средства и технологию их применения с учетом законов потребительского восприятия. В современном мире туристического рынка огромную роль в развитии туризма и функционировании туристических фирм играет, конечно же, рекламная информационная деятельность. Реклама как самая мощная и как деятельный инструмент в развитии рыночных отношений и основное средство достижения успеха в конкурентной борьбе, она обостряет конкурентную среду, тем самым способствует повышению качества обслуживания туристов. Действенность рекламы в значительной степени зависит от правильного применения соответствующих форм и средств воздействия на потребителя. Туризм – это как отрасль на современном языке, которая является средством глобального общения между народами и путешественниками всех стран, знакомая их с различными культурами, народами, за рубежом, а также с историей, древними историческими местами и, конечно же, языками. Следовательно, реклама в целом стала необходимым инструментом в этой постоянно растущей мировой индустрии. Учитывая это, туризм является частью инфраструктуры, экономики любой страны, рост и развитие туризма имеет большое значение. Реклама играет жизненную важную роль, является важнейшим инструментом развития туризма в развивающихся странах, привлекательно представляя национальные точки интересов, исторические и культурные. Реклама играет центральную роль в расширении этой отрасли, обеспечивая экономический рост в этой области, а также в создании прямых и косвенных рабочих мест. Это люди, которые имеют прямую работу, будут встречаться с туристами или помогать им в рамках своей работы. Непрямая или косвенная занятость – это рабочие места, которые создаются для снабжения и поддержки туристических организаций, например, таких как пекарь, который поставляет хлеб, например, в отель, или строители, которые строят этот отель. Но что более важно в творческой конкуренции за инновации национально-международной индустрии туризма, важно отметить, что для достижения успеха туристической индустрии, туристические агентства и правительственные учреждения комитета индустрии туризма, должны работать, конечно же, рука об руку для достижения всех поставленных целей. Что такое вообще реклама? Реклама – это продвижение продукта, бренда или услуг, средств потребителей с целью привлечения интереса, вовлечения продаж. Реклама поставляется во многих формах, от корпирования до интерактивного видео, и она превратилась в важнейшую особенность рынка приложений. Реклама отличается от других видов маркетинга, потому что она оплачивается и потому что создатель объявления имеет полный контроль над содержанием и сообщением. Реклама – это средства коммуникации с пользователем продукта или услуги. Реклама и объявления – это сообщения, оплачиваемые теми, кто их отправляет, и предназначенные для информирования и воздействия на людей, которые их получают, естественно. Реклама присутствует всегда, хотя люди могут не знать об этом. В современном мире рекламы используются все возможные средства массовой информации для передачи своего сообщения. Он делает это через телевидение, как я уже говорила, радио, прессу, интернет, прямые продажи, рекламные щиты, почтовые рассылки. Могут быть также конкурсы, спонсорства, плакаты, одежду, мероприятия. Даже это может быть в каких-то цветах, звуках, визуальные эффекты. И даже через людей, таких как блогеры, актеры, певцы, у которых много подписчиков через социальные медиа. Цель и задача нашей дисциплины, это естественное изучение дисциплины, является овладение студентами знаниями и навыками по разработке и использованию рекламы в туризме. И в процессе изучения курса студент должен приобрести следующие теоретические знания. Студент должен знать роль современной рекламы в системе маркетинговых коммуникаций, ее задачи в туризме. Студент должен знать особенности рекламной деятельности в туризме, знать социально-психологические особенности рекламы, знать основные средства рекламы и методы их применения. Задача курса – это изучение и закрепление теоретических основ рекламной деятельности, получение практических навыков по разработке рекламной стратегии, рекламно-информационных материалов, приобретение навыков по организации, проведению рекламной кампании туристического предприятия, овладение знаниями в области проведения рекламных исследований и применения результатов исследований в практической деятельности, также приобретение знаний в области разработки фирменного стиля предприятия. Вы должны знать также пререквизиты, какие и постререквизиты, предмет с какими другими сферами, специализациями пересекается. Пререквизиты – это реклама в социально-культурном сервисе и туризме, основы туризма, индустрии и гостеприимства. А постреквизиты – это основная организация и менеджмент туризма, методы научных исследований. Это для того, чтобы было легче написать дипломные работы и так далее. В результате освоения дисциплины вы должны будете знать, во-первых, роль современной рекламы в системе маркетинговых коммуникаций и задачи туризма, особенности рекламной деятельности туризма, социально-психологические особенности рекламы, основные средства рекламы и методы их применения. Должны уметь как составлять рекламные объявления для различных, например, предприятий туристических, для социально-культурного сервиса и туризма, и различных средств рекламы. Разрабатывать фирменный стиль предприятия, товарный знак, торговую марку, такие как лого, уметь владеть практическими методами проведения рекламных исследований. Должны уметь осваивать технологии разработки рекламной компании, предприятий туризма и рассчитать ее эффективность. должны уметь овладеть приемами организации эффективного производства на основе современных методов учета и сырья. На этом спасибо.